Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с RAID массива, а не рабочего сетевого хранилища Linksys NSS 4000. Я покажу, как создать RAID массив, как добавить новый том, нового пользователя и как создать общедоступную сетевую папку. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Сетевые устройства хранения данных были разработаны для резервного копирования данных с вашего компьютера. В связи с тем, что сегодня создается большой объем различных файлов, они могут использоваться в качестве основного хранилища. И вследствие, при выходе нас из строя, вы можете потерять доступ ко всем данным, которые лежат на сетевом хранилище. Сетевые устройства хранения NAS хоть и являются относительно надежными в плане хранения, а система построения RAID только увеличивает сохранность информации от потери данных, все же не может обеспечить стопроцентную защиту. Как и все механические устройства, NAS со временем может выйти из строя и вследствие вы потеряете данные, так как доступ к дисковому массиву будет утерян. При выходе из строя NAS устройства данные остаются неизменными, но без сторонних программ прочесть и вернуть них не получится. Далее в видео я покажу как выбрать программу для восстановления данных с NAS. Для начала давайте разберем как создать RAID массив на данном устройстве LINKSYS NAS. В меню менеджера управления NAS устройством откройте раздел «Хранилище» – RAID. Справа появится страница RAID со списком подключенных к устройству дисков. Отметьте накопители из которых будет составить RAID массив. Из представленного ниже списка выберите тип RAID и нажмите «Добавить». После на экране появится окно предупреждения о том, что все данные на дисках будут удалены. Для продолжения нажмите «Ок». Создание RAID может занять некоторое время, в зависимости от размера дисков и выбранного уровня RAID. Вы можете отслеживать ход сборки RAID на странице состояния хранилища. Когда сборка будет завершена – он появится в таблице RAID массивов. Диски, которые используются в данном массиве, больше не будут доступны для создания дополнительных массивов. Пока создается RAID можно добавить новый том. Переходим во вкладку тома. Из раскрывающегося меню выбираем массив, на котором будет расположен новый том, указываем имя и задаем размер. Если нужно – пароль доступа. Затем, заполнив все параметры, жмем добавить. Том создан. Далее можно добавить и настройки разрешения для нового пользователя. Для добавления нового пользователя перейдите в раздел «Доступ» – «Пользователи». Нажмите здесь «Добавить». В открывшемся окне укажите имя нового пользователя, группу, введите пароль и для проверки повторно введите его в поле подтверждения пароля. Если нужно – добавьте полное имя пользователя и адрес электронной почты. Эти два поля заполнять необязательно. Затем нажмите «Ок» и «Подтвердить». Новый пользователь добавлен. Для дальнейшей настройки нужно дождаться завершения процесса ресинхронизации. RAID массив по умолчанию создается с файловой системой XFS, без возможности изменения на другую файловую систему. По окончанию процесса ресинхронизации станет доступна функция настройки папок общего доступа. Откройте раздел «Общие ресурсы» и кликните по кнопке «Создать общий ресурс». Укажите его имя. Выберите доступное местоположение и установите соответствующие отметки права доступа к данному каталогу. Активируйте сетевые протоколы. Добавьте пользователей, кому нужно предоставить права. После того как том создан можно перейти на дисковый массив и проверить его работоспособность. Записать на него данные. Подключаемся по FTP или любым другим способом. При потере доступа к данным хранящимся на сетевом хранилище в результате аппаратного сбоя оборудования, поломки контроллера или другой аппаратной части устройства данные на дисках в таком случае остаются нетронутыми и могут быть обработаны с помощью программного обеспечения для восстановления данных. Чтобы достать информацию с дисков можно попытаться использовать операционную систему Linux. Для большинства NAS серверов эта операционная система является естественной средой, поскольку накопители форматируются в одной из файловых систем Linux. Но если вы плохо знакомы с данной операционной системой делать это не рекомендуется, так как в результате неправильного выполнения команд можно окончательно затереть информацию на дисках. Правильным решением будет использовать специализированную программу для восстановления данных с NAS – Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов RAID и в большинстве случаев в автоматическом режиме соберет разрушенный RAID без контроллера. Перед началом восстановления нужно позаботиться о достаточном количестве кабелей для подключения дисков. При недостаточном количестве разъемов подключения на материнской плате можно использовать различные переходники и расширители. Еще понадобится накопитель с объемом равным или большим объему восстанавливаемой информации. Это могут быть внешние накопители, сетевые хранилища или другие устройства хранения. Извлеките диски из NAS и подключите их к ПК с операционной системой Windows. После загрузки системы откройте управление дисками и проверьте определились ли они в системе. Операционная система может предложить инициализировать или отформатировать накопители для получения к ним доступа. Ни в коем случае не делайте этого, так как в результате вы можете полностью затереть оставшуюся информацию. Загрузите и запустите программу. Hetman RAID Recovery в автоматическом режиме соберет из подключенных накопителей разрушенный RAID. Дисковые массивы найдете в менеджере Discal. Ниже отображается детальная информация о RAID. Этот раздел построен на файловой системе XFS. Для получения доступа к содержимому раздела его нужно просканировать. Кликните по разделу правой кнопкой мыши «Открыть». Выберите тип анализа и для запуска поиска утерянных файлов нажмите «Далее». Ждем окончания процесса и по завершении, чтобы перейти к содержимому раздела, жмем «Готово». Программа отображает все файлы, которые были записаны на дисках. Их содержимое отображается в предварительном просмотре. Для восстановления отмечаем все что нужно вернуть и жмем «Восстановить». Выбираем накопитель куда их сохранить и указываем нужную папку. А затем еще раз жмем «Восстановить» и готово. После переходим по указанному пути и проверяем наличие восстановленных файлов. В том случае если программе не удалось автоматически определить и собрать ваш массив воспользуйтесь RAID конструктором. Для того чтобы собрать массив с помощью конструктора вам нужно знать параметры разрушенного RAID. Выберите пункт «Создание вручную» и нажмите «Далее». В следующем окне укажите тип RAID, порядок и размер блоков. Выберите диски массива. Стрелками вверх-вниз укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми, кликнув по плюсу. При верно указанных параметрах ниже в RAID массиве будет отображаться хоть один раздел. Разверните его и проверьте наличие нужных файлов. Указав все параметры нажмите «Добавить». После чего RAID массив появится в менеджере дисков. Осталось его просканировать и вернуть данные. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.